так сегодня болтатый июля снова в лесу этот раз я ухожу на два дня сегодня и приночу где-нибудь у ручейка или озера и зато двинуть обратную дорогу сегодня у меня мысл похода найти морошку чтобы уже отметить себе и в следующий раз прийти и просто пособирать вот я иду на запад через два километра будет морочное место посмотрю если там нет то мне еще придется идти два километра ну и в округе погуляю вот я нашел первые грибы тут и вон там но я подозреваю что они червивые сейчас их срежу это маховички вряд ли они сейчас будут в принципе ненормальные но брать их не буду они за два дня превращаться в кашу если твердые попадутся такие мягенькие на обратном пути я буду собирать пахнут просто обалденно такой здесь лесок моя задача пройти как минимум 10 километров вперед ну да ладно я не пойду можно вам даю переночевать лететь морошковые места и обратно двинуть ну и пособирать грибочки надеюсь на обратном пути их два пакетика хотел бы два пакетика набрать у меня рюкзак полный такие палатки спальные мешки палатка спальни мешок как и другая ерунда еда погода сегодня вообще жаркая больше 20 градусов фирмы ручьёк такой если бы не комары бы я снял бы куртку комаров вообще тьма вот я иду по этой просеке дальше в лес на запад там бутлы морозского места какая красивая и значит на вернула березка такой мини водопадик вот эти издалека слышно осол метр за три стены было слышно если улететь 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 и заплетаюсь жара прошел много рутинка но ее вряд ли будет видеть вот не знаю все пугают медведями в этом районе ни разу не встретил ни одного медведя и даже следов сейчас смотрю периодически когда иду по болотам просматриваю следы ни одного такого подозрительного следа я не видел какие-то странные следы попадаются похоже тоже скажешь похоже как будто три точки не знаю что это за чьи-то следы просто три точки болоте дальше три точки не знаю кто так ходит ретли росомаха сегодня как красиво я еще целый день впереди ходить потом выберу какое-нибудь место красивое и там заночую люблю просыпаться в палатке особенно радует когда ты реально просыпаешься в палатке никто тебя не съел пугает медведь нападет росомах но росомахи не нападают на людей сколько я знаю а вот и медведь может он такой поэтому я палатка вокруг палатки периметру обливаю уксусом у медведя острое боняние и запах его пугает режет его и он отходит а уже не будет он ну и запах мой отбивает не выжим так просто нападать на палатку палатки палатку значит такой шел я вперед нашел мурашковую полянку здесь не собирал но видим поэтому у меня нет навигаторы этой точки здесь вообще нету ягоды она как-то цела и не завязалась есть небольшие ягодки небольшие завязки но мало это меня не интересует сейчас пойду вниз пойду опять наверх чтобы холостою потом не ходить уже по обычаю прийти на место где отметил собрать и домой давно когда начинал ходить ходил с этим коробом искал морожку собирал конечно но не так это было интересно вообще пусто горяк отойдут оттуда конца этой полянки да здесь ловить нечего вот такая налажена уже быть здесь кочка вот с ягодками их очень мало где-то на некоторые вот даже такую ягоду забирают она как бы она доспевает конечно но зачем я не знаю дайте созреться чтобы она витаминами допитала солнышком вот на этом болото я в том году собирал был довольно приличный был урожай в этом году как-то вообще пустоцвет просто ни одной завязающийся ягодки все облетела а там ниже шел он еще только цвела не будет в этом месте морожки значит пойду искать дальше в этом месте тоже там году собирал хорошая порядка было в этом году пустое здесь уж пойду туда наверх за те сопки туда вот мироновским озером посмотрим что там там погуляю завтра буду защищаться другим путем надеюсь что нибудь найти ну и грибочков я хотел собирать немножко носу хотим телеза чей-то след какой-то странный обратите внимание на склон он южный на нем очень вкусная черника я обычно собираю мант немножко но она очень вкусная когда я иду собирать бруснику и здесь обязательно литра три наберу 35 именно на этом месте она очень удачная вести кто-то птичка пойдет морожка что-то еще на полянку шел несколько завязи нашел хотя вот здесь тоже собирал на месте я уже пять лет хожу и ни разу там орошки почему то не знаю если успею скорее всего завтра я туда двину в ту сторону сторону двину има грибных мест хороших если не особо устану на место своей прежней ночевки я не дойду еще идти до 7 километров очень не хочется по сопкам в чем в основном вверх идти вверх вверх вниз и опять вверх что-то как-то лучше я где-нибудь здесь отдохну остановлюсь но обойду еще несколько полянок по еще новые до вечера у меня времени хватит это когда вообще просто идешь налегке не то что ли я без помыслов что-то найти что-то искать собирать по этому времени больше не может хоть куда-то хотя здесь не обходить ближе ближние болото кстати вот на этой полянке я собирал морожку я думаю что ее здесь совсем нет я приблизился она еще только цветет вот реально считает вести в принципе лет сегодня позднее поэтому нау так и зацветает до в году здесь хорошо так набрал вот внимание здесь кочки кочках цветочки вот на этой полянке собираю точнее тоже собираю барошку пришел на знаешь морожка растет собираешь бабушки но мало ли будут ругаться они пришли впервые меня прошел лайку ягод собирать как мы собираем чернику а гримашку собираете не не крябу собирать ладно собирай проходит время я уж с обобрал пройденку к ночью на меня ругаться быть вы первые пошли что у себя вобрал странный конечно старушки вот ну мне я уже не спросил что какую ягоду собирают чернику так чернику чё зря морожка пропадать может им она не нужна казалось нужна еще как ниже нужно брить какое литвистое дерево интересно и карликовые березки не карлики просто маленькие ябинка цветет в этом году как-то цветение в городе ябина хорошая вот лесу не очень мы ходили смотреть пришли пусто были конечно только зацветали может еще пойдет в лесу все позже тут холоднее ну как и морожка там недалеко от города она уже завидают как это правильно сказать здесь еще только цветет к сожалению лето было холодно такие первые теплые деньки пошли ну пойду уже числах двадцатых наверно августа заморожки конкретно что я подустал жара дает себя знать очень жарко и самое плохое что вот в этом районе нет рычагов нигде попить вода со мной она уже нагрелась мы пойду там есть озера там попил холодненькая водички нам ручить у меня еще две точки проверить одна где-то километре отсюда другая в полтора километра ну еще и может хотя вряд ли она вы здесь найду уже все здесь сказать облазил уже не один уже много лет хочу короче хожу сюда и каждый кустик знакомый тоже такой интересный не знаю кто здесь прошел и узкий может в принципе человече так отродился работник наступил да нет у меня он широкий тебя узкий вот хочу обратить внимание мне кажется идеальное место для палатки вот камень как раз ну для маленьких большая тут не поместится это вот брать эти вот пустики здесь вот ветра нет солнечная палатку поставить был бы рядом рычаг я бы здесь остановился но воды нигде нельзя здесь чтобы забодяжить себе еду костер развести сушняка здесь везде много то еще сказать ну такое вот место интересно и солнечная камень нагрелся тепло будет вон там сопка вдали виднеется вот на ней я собираю бруснику чернику тоже такая моя любимая сопочка с ним все видно я хотел пройти за нее вот там идти там коры красивые места конечно сегодня мне не ход я тут остановлюсь собираю брусничного листа что там еще хотела бы этот погульника просили меня елок и набрать ну здесь но там кажется есть ты иду внизу там мироновские озера там вроде есть сосны соснового листа мы кстати ночевали один раз на мироновских озерах без палатки без ничего в дождь и холод вот много лет назад это было даже не помню сколько сколько это было десяток наверное вот да пойду там переночую надеюсь рыбаки не придут не хочу с кем-нибудь вместе быть хочется одному во всем лесу крайне мере периметр на килограмм 5 никого не было надеюсь так она есть он там если камера позволяет а внизу вот озеро уже виднеется где-то здесь вот именно вот конкретно дорогу до мироновских озер поэтому мест я не очень хорошо знаю я по ней хожу редко я обычно обхожу с той стороны и там перехожу озера через тропинку иду вверх через чащу я не ползу лучше по тропинке таких местах потому что там озеро обходить сейчас ничего я просто гуляю и там буду искать место себе красиво было чтобы были дрова вот на озеро вот одно но маленькая там 2 будет побольше есть они плохи тем что рядом с ними весь берег он мокрый того большого то есть несколько мест не можно он расположиться там сухо сухо берег вода здесь все круг влажная болотистая местность пройду мимо этого озера пройду красиво наконец-то ручьёк моюсь подъехала некая водичка скажите кто муха стоит такой свет это что такое что это за животное или женщина так в луках прошла полюс на этой поданке тоже насчет только цветет там погульник видняется гулить там дед кричит если слышно такой маленький гостерки развел чтобы еду сейчас варить поставил сверху вода кипятится обложил камнями думал ничего не загорится на них это большой костер не вижу смысла я думал что мне не получится ничего зажигалка сломалась из нее вышел весь газ взял бумажку взял средства от комаров стал черкать и пшикать средством от комаров бумажка загорелась вот развел костер так думал что ничего не получится зажигалки нет не наелся может быть другое место выбрал но что есть то есть в принципе вся жарка большой костер вообще не нужен только для еды приготовить еду и шум дым шел комаров ну и сидеть у него отдыхать сейчас шестой час вечера у нас как здесь не темнеет полярный день можно спать ложиться в любое время в любое время вставать как устану так и спать палатку разобьем уж не буду не знаю вроде тепло такой костер маленький он горячий в этом начинает что пузыриться моей кружки как называется котелке моем походу маленькой сейчас доширак заболеру я не беру с собой ничего тяжелого российский доширак не хватает такой вот на на костер не получился маленький но прогрессивные жарки вот таком красивом месте бы все и начать видите красиво звук костра на фоне дичка закипает сейчас поужинаю наверное спать лягу там пронежу встану и пойду куда-нибудь дальше какой костер камни большие там положил много дров сушняка коры и он так горит отлично в воскресенье утро уже позавтракал и просто гуляю вот по такой красоте я еще где-то часов 6 5-6 погуляю и домой пойду на автобус охотный привался дождиком как раз пишу в ростовку уже уже недалеко где-то километре полтора ну что могу сказать заморожка надо идти крайне мере вот туда где собираю и как обычно 1 августа где-то 15-20 припозднилась она может даже и позже будет вот такой мой прогноз поход я считаю удачным то что мне надо я узнал все всем спасибо за просмотр списывайте ставьте лайки я буду еще снимать спасибо 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 привет друзья друзья вот